Участников сегодняшнего круглого стола занять свои места. Тогда мы почти все в сборе. У нас сегодня интригующая сессия под названием «Создание клиентоориентированной системы управления государственным и муниципальным имуществом». Действительно, сегодня взят курс на формирование клиентоцентричного государства, которое будет думать и строить все свои активности в зависимости от нужд граждан и организаций, повышая постоянно доступность услуг, качество услуг, снижая их стоимость, снижая сдержки. Даже, знаете, я подумал недавно про новую формулу богатства общественного. У нас традиционно же есть труд, земля, капитал, предпринимательская способность. Это четыре составляющие классические богатства. Я бы добавил сюда время. То есть каждый из этих четырех элементов нужно еще дисконтировать на то время, которое мы тратим. В очередях за теми или иными услугами, за получением разрешительной документации. Поэтому время – это важнейший тоже ресурс экономический, на который мы влияем, в том числе, эффективными процедурами. И сегодня у нас в круглом столе принимает участие Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации. Роман Ширядин, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства. Андрей Воронцов, директор Департамента регулирования имущественных отношений Министерства финансов. И Михаил Кузнецов, ваш покорный слуга. Мне сегодня выпала честь быть модератором этой дискуссии. Ну что ж, у нас первый вопрос, собственно, кто наш клиент в системе управления государственным и муниципальным имуществом? И каковы результаты работы? Уже больше года Министерство финансов у нас является главным руководителем, распорядителем государственного имущества. Александр Иванович, вот каковы результаты работы, что уже можно сказать заслуга, завоевание, и какие проблемы еще остаются на пути к клиентоориентированной системе? Спасибо большое. Вы знаете, редко бывает, когда в организации есть один клиент. Понятно, что клиенты, они разные, и это целая группа товарищей. Во-первых, это, безусловно, граждане Российской Федерации, это бизнес, который является так или иначе контрагентами Росимущества в работе с государственным имуществом. Это те, кто покупает это имущество, когда оно продается, те, кто его арендует, те, кто являются инвесторами в компании с государственным участием, ну и в широком смысле все, кто так или иначе сталкивается с государственным имуществом. Но это не все. Второй клиент, конечно, это такой даже, я бы сказал, более тяжелый для нас. Это, в первую очередь, федеральные органы исполнительной власти, которые занимают объекты казны, которые, в общем-то говоря, являются главными потребителями того имущества, которое находится сейчас в нашем хозяйстве. И вот осознание, что у нас есть два вида разных клиентов и что надо немножко по-разному устраивать с ними работу, это было одним из первых шагов, то есть первых таких вот направлений, в которые мы собирались вести нашу работу, когда мы неожиданно для себя, надо сказать, узнали, что Министерство финансов будет курировать Росимущество, что, как вы помните, произошло в феврале прошлого года. И здесь направление работы поделились таким образом. Я бы выделил три основных направления в этой связи. Два по отношению к клиентам, третье по отношению тоже к клиентам, но немножко опосредованное. Первое – это что людям должно быть удобно работать с Росимуществом. Это люди, которые к первой категории относятся, они должны иметь возможность легко и непринужденно вступать в договорные отношения с Росимуществом, будь то, опять же, покупка, будь то аренда, все что угодно. Для этого сейчас мы с агентством очень активно работаем над тем, чтобы реализовать продукты, которые в целом достаточно уже распространены в нашей стране у клиент-ориентированных служб и агентств. Да, на первую очередь, это, конечно, речь идет о личном кабинете. Я рассчитываю, что в конце этого года личный кабинет заработает. Во-вторых, это речь идет о глубокой модернизации портала торги.gov.ru. Здесь не буду останавливаться, если Антон Миразов, я думаю, расскажет во всех подробностях. Опять же, с тем, чтобы он был не просто, извините, тупой доской две линии, а реально аналитическим порталом, которым можно было не только удобно понять, что покупаешь и что выставляется, но также и которое не позволяло бы допускать разного рода межсобойщики и позволяло бы всем, кто должен отделать, в первую очередь, расимущество, анализировать эффективность торгов и эффективность справедливости на образование и так далее и тому подобное. Что касается ведомства, здесь мы, конечно, чуть более жесткую линию приняли. И мы сейчас, конечно, последовательно работаем над тем, чтобы выявить неэффективное используемое и неиспользуемое имущество, которое закреплено за ведомством, и такого имущества много. Это является, в общем-то, объектом публичного знания, это все понимают. Все из нас видели не только в сколько-нибудь приличных городах, райцентрах или областных центрах, но даже и в Москве, даже и в центре Москвы организация, где написано, висит табличка какая-нибудь, какой-нибудь там губ какого-нибудь министерства, каким-нибудь трудно произносим названием. И там вы понимаете, что там выбиты давно окна у этого здания, там, в общем, продырявлены крыши, и явно там никто никакой деятельности хозяйства не ведет. Тем не менее, оно закреплено, ведомство нам отчитывается бодренько, что оно ему абсолютно необходимо, и что без него у нас остановится процесс вообще государственной власти, отправления государственной власти. Поэтому здесь мы, я рад, что получили поддержку страны и в целом страны правительства, что необходимо, икрующий вице-премьер, о том, что необходимо очень активно вот эти все вещи выявлять и, конечно же, продавать. И здесь целый ряд готовят сейчас достаточно радикальных в этой связи мер по увеличению полномочий Росимущества за счет полномочий вот этих вот ведомств, которые сейчас этим имуществом распоряжаются или там имеют какие-то ограниченные права собственных. Ну и третье, конечно, это то, что имущества очень много. Вот руководитель счетной палаты вчера, по-моему, сказал, что надо проводить масштабную приватизацию и надо раскостарствовать, извините, экономику, да, и с этим нет никаких сомнений. У нас очень большие планы по приватизации, но планы состоят, наверное, несколько из вот голубых фишек российской экономики, в первую очередь, всякого еще не сейчас. То есть мы это все, знаете, как в том фильме, да, обязательно жахтем, но и сейчас, да, то есть немножко на будущее. Сколько, как можно скорее, наша задача избавиться от колоссального количества, в целом никому не нужных объектов казны, которые часто представляют собой там полуразрушенные здания, там заброшенные участки, да, какие-то давно брошенные промышленные объекты и так далее и тому подобное, что там попадают иногда в казну сугубо помимо воли Росумущества и Минфина по решению судов просто потому, что обанкротил в предприятии, и это все вот, вот, а причем это скорее актив такой с негативной стоимостью, да, потому что он не то, что не приносит ничего, надо его содержать. Вот, и, там, продолжая эту тему, есть большое количество опасных объектов, которые тоже попали в казну и которых надо как-то разбираться, и не очень понятно, почему вот частные собственники имели в прошлом такую привычку бросить эти опасные объекты, не выполняют свои обязательства перед, там, проводоохранные, все остальные, по рекультивации, там, всем прочим, все попадают в казну и обязательства переходят на казну. Поэтому здесь, конечно, мы договорились, что мы будем занимать, значит, наиболее жесткую юридическую позицию, в смысле того, что будем оскваривать и заставлять все-таки, да, даже если предприятие обанкротилось, то прежде чем то, что от него там осталось, все эти развалины окажутся в казне, ну, люди должны свои обязательства по зачистке от экологического вреда там исполнить. Но здесь наиболее, наверное, такой известный всем и широко осуществленный кейс это, конечно, башкирская судовая компания, да, когда там целый ряд был мероприем для того, чтобы вот эту экологическую катастрофу в, значит, так называемые, башкирские Малдивы, да, значит, вот все-таки с ними там как-то разобраться. Вот. Это вот, я бы сказал, с точки зрения клиента ориентированность в такие три главных направления, но это не все, что мы сделали, но если спросите, скажу. Отлично. Ну, Анатолий Иванович, вот действительно действие по, скажем, избавлению от неликвидных активов, да, от неликвидного имущества, это, наверное, такая тоже творческая деятельность. Я тут вспоминаю тоже пример, когда был странный эпизод, когда я был председателем соедиректоров компании, которая строила наш коллайдер адронный, и она его не достроила в Протвино, да, то есть от него остался огромный туннель, который как раз действительно нужно содержать. И он либо в реку превратится, да, то есть либо действительно нужно откачивать воду. И долго думали, да, то есть что с ним сделать, грибы выращивать, да, то есть туристов водить. Очень сложная такая ситуация была. Вот есть ли какая-то программа, направленная на, действительно, на то, чтобы избавиться от этих неликвидных объектов, и что для этого необходимо сделать? То есть это предполагает какие-то затраты или, ну, какие шади нужно предпринять? Ну, смотрите, в принципе, конечно, есть определенные затраты, которые связаны с приватизацией каждого объекта, да. Это связано, в первую очередь, с необходимостью проведения его оценки. Но это в целом неизбежно, и, к сожалению, это справедливые, в общем-то говоря, требования. Но при этом есть механизм облегченной продажи, да, это когда продажа идет через сайт, да, когда просто выставляется, там проходит просто аукцион. Но здесь вот два, надо принять там два важных закона, которые сейчас находятся в распоряжении в Государственной Думе. Первый – это, опять же, влечение полномочий Росимущества по включению этого самого имущества в программу приватизации. Да, в рамках законопроекта, который, если мне память не изменяет, коллеги, поправьте, принят в первом чтении, по-моему, да, по 100 миллионов. Первое чтение же у нас, да? Первое чтение – это закон, который, так называемый закон о 100 миллионах, это когда Росимущество получит право, не внося изменения в акт правительства, просто самостоятельно принимать решение о продаже объектов, стоимость которых меньше, чем 100 миллионов, в соответствии с этой самой оценкой. Да, это, конечно, будет очень большое, на мой взгляд, облегчение с точки зрения процедурных аспектов работы Росимущества, потому что иначе каждый, извините, заброшенный на общественный туалет надо было тащить через правительство. И, знаете, иногда, конечно, меня подпоражало, там, знаете, смотришь, распоряжение правительства, там, подписанное представителем правительства, прошло все, там, стадии согласований, проверок, там, менюст, все это как положено, да? Значит, согласиться с включением в программу приватизации, объекты площадью 2 квадратных метра в милитарительном состоянии расположены в 500 километров от грешности населенного пункта, понимаете, ну, там, вот. И таких вот много вещей было, да, и понятно, что каждый раз это дико долго, да, все было. Поэтому мы очень рады, что правительство нашу инициативу совместно с агентством поддержало. Государственная Дума первым чтением тоже приняла, там, вроде, вопросов никаких особых нет, поэтому законопроект, надеюсь, что осенью, когда Дума с новыми силами вернется, этот закон будет принят. Это, конечно, на мой взгляд, должно радикально ускорить продажу росумышленного вот этого всего барахла, извините за выражение. Это первое. Второе – это тяжелый закон, законопроект, внесен он был сенаторами Кутеповым и Мамедовым, направленный на облегчение приватизации объектов культурного наследия. Сейчас есть, к сожалению, противоречие в законодательстве между тем, как продается сам объект и тем, как продается участок, на котором мы расположим. Вот, но не буду вас утверждать подробности, но фактически это делает невозможным покупку объекта в месяц участка. И это резко снижает интерес к этому, к объекту культурного наследия. И потом там есть довольно странная формировка к текущему закону, который делает достаточно непонятными обязательства человеку, который его покупает. И поэтому у нас в результате, у нас приватизация объекта культуры наследия, а опять же, объект культуры наследия – это не только Московский Кремль. Да, это, в принципе, более-менее любой ассамбляк XIX века или начала XX века, он, как правило, уже является объектом культурного наследия. И по-хорошему нет никакой причины, почему, как мы видим часто в центре Москвы, он не может использоваться в коммерческих целях в качестве гостиницы или офиса или чего угодно, при условии исполнения охранных обязательств. И сейчас правительство подготовило, мы подготовили на финальной стадии, я надеюсь, рассмотрение в правительстве. Мы должны были попасть вчера на комиссию по законопроектной деятельности, но там остались какие-то перезагласия, поэтому принесли. Но вот уже на выходе, я надеюсь, поправки правительства к этому законопроекту, что, я очень надеюсь, позволит нам также надеяться на то, что он будет принят в этом году, и что позволит, конечно, активно начать приватизацию объекта культурного наследия с учетом, безусловно, выполнения охранных обязательств. Вот эти вот две нормы, которые, я думаю, такие законодательные нормы есть еще. Ну вот, я уже говорил о наших идеях по значительному увеличению полномочий Росимущества и постановлению правительства за счет полномочий ведомств, которые распоряжаются имуществом, с тем, чтобы были какие-то определенные критерии, по которым, во-первых, вышло распоряжение уже правительства, которое относит, такого никогда не было раньше, которое относит имущество казны к неэффективному использованию или использованию по назначению, или неиспользованию, да, уже это есть, да, уже критерии есть. И второе – это постановление, которое будет обозначить теоретические последствия вот этого неэффективного использования, да, когда Росимущество будет иметь первую руку в принятии решения о том, что с этим делать. Ну, вот, кстати, по поводу, да, к аудитории тоже коллеги обращаюсь, готовьте вопросы. У нас действительно открытое обсуждение, поэтому я как модератор с удовольствием тоже дам возможность задать вопрос. Вот изучаем ли мы международный опыт и насколько Минфин здесь готов заимствовать международной практике? Ну, в отношении культурного наследия меня тоже это коснулось. У меня супруга как-то выяснила, что в Италии за один евро можно купить интересный, значит, особняк где-нибудь в глуши, правда, с обязательствами потом его отреставрировать, да. И, посмотрев эти обязательства, я как-то ушел от дискуссии, да, то есть решил, что как-нибудь потом, ну и ковид помог, да, то есть. Вот насколько действительно здесь Минфин открыт к международным практикам, насколько они вообще в управлении государственным имуществом применимы, либо мы огромная страна с собственным суверенным путем по управлению имуществом. Вы прямо меня толкаете в, значит, известный спор между западниками и ислайн-филами, да, вот. Это мы сейчас уйдем в этой дискуссии, боюсь, мы тут за ночь за полночь сидимся. Вот, но вы же, как человек, который имеет ученые степени, знаете, что у нас никакая диссертация невозможна без международного опыта, да. Там, иначе его, ее просто там стандартный, значит, этот, не впишется в, значит, стандарт для ручной клади, да. Поэтому, конечно, мы очень активно смотрим на международный опыт. И, в частности, мы вот последнее время как-то так очень занялись изучением активного опыта Федеративной Республики Германии. Скажу один аспект этого опыта, который нам очень нравится. Мы вот с Вадимом Владимировичем Микавенко его часто обсуждали, но, боюсь, пока это у нас, как в песне, что жаль только жить в это время, прекрасно, уж не придется, да. Это то, что вот это ведомство федерального имущества в Германии, оно является, по сути, рыночным игроком на рынке, по сути, фондом, который вкладывает имущество. И потом его сдает по коммерческому расценку. Неважно, кто его там снимает, будь то немецкое, там, Министерство условного просвещения или, там, даже, не боюсь этого слова, значит, обороны, да, будь кто еще. Вот вы можете прийти и снять по коммерческому расценку федеральное имущество, а можете пойти на рынок и снять, там, в любом бизнес-центре, как вам удобно. Вот. У нас, в принципе, отчасти такая практика есть в том смысле, что ведомство может снимать на коммерческом рынке, да, но то, что оно как-то исторически занимает, оно вот уже занимает, да. И в этом смысле нет никакого экономического равенства условий, и мы даже не можем… Это особенно, кстати, ярко проявилось, когда был переезд туда, знаменитый в Сити, там, нескольких министерств и, там, нескольких служб. И тогда идея-то была вот о неком эквивалентном обмене с точки зрения того, чтобы для Дома РФ вот они купили и передали в казну башню, а за это им там ведомство передали освободившееся помещение, которое они освобождали при приезде в Сити. Вот не получилось, потому что никакой эквивалентный обмен в ситуации, когда ведомства занимают помещение просто потому, что они их занимают, ну вот занимает и все, да, вот, не получается. Но я понимаю, что это такая наша дальняя фантазия, и я не знаю, через сколько десятков лет она чувствуется, но, в принципе, вот этот опыт кажется очень-очень интересным. Спасибо, спасибо большое. Ну, а я хочу предоставить слово Роману Шредину, заместителю руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, создание клиента ориентированной системы управления государственным муниципальным имуществом. Роман, пожалуйста, вам спасибо. Спасибо, Михаил. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники форума. Я сегодня рад тем, что представляю Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Буквально два месяца назад я присоединился к команде агентства, и вот сегодня выступлю в этой панельной дискуссии на обозначенную тему и расскажу о наших подходах, как мы, собственно, собираемся в ближайшее время становиться все более клиентоориентированными и работать в парадигме от клиента. Я напомню, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, по организации продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества со специальными режимами обращения и, собственно говоря, оказанию государственных услуг вот в этой сфере. Хотел бы отметить, что общее количество объектов федерального имущества, включающего в себя действительно разнородное имущество, это и земельные участки, здания, сооружения, помещения, космические объекты, воздушные и морские суда, особо ценное и иное движимое имущество, доли в обществах с ограниченной ответственностью, пакеты акций в акционерных обществах. Вот на сегодняшний день такое имущество составляет более 2 миллионов 580 тысяч единиц. Владеют и пользуются этим имуществом более 14 290 государственных организаций, включая федеральные органы власти, их территориальные органы, федеральные бюджетные учреждения, казенные, унитарные предприятия и другие. При этом часть имущества, как это понятно, в случае временного высвобождения задач уставной деятельности, в установленном порядке может предоставляться в пользование третьим лицам, ну а часть имущества, как уже было отмечено, находится в государственной казне Российской Федерации. При этом надо понимать, что вот этот процесс управления бюджетом, он действительно такой очень трудоемкий, объемный и он практически никогда не прекращается. Ну, наверное, вот те последние изменения, которые происходят у нас в стране, в государстве, в части упрощения взаимодействия бизнеса и государства, ну, наверное, они дают свой эффект, приносят положительный результат, но, может быть, вот в нашем направлении они еще пока недостаточно остаются прозрачными, иногда и являются, ну, в общем-то, забюрократизированными, и, наверное, здесь, ну, тяжело, как бы, совсем не подтвердить это. На сегодняшний день, вот, действительно, предпринимателям, которые хотят использовать федеральное имущество и которые не имеют особой специальной, особенно правовой подготовки, довольно-таки тяжело, вот, общаться с нами. Зачастую граждане бизнеса даже и не знают, что у них есть, в общем-то, возможность купить или арендовать это имущество, ну, а в некоторых случаях, действительно, предпочитают не связываться с этой процедурой, так как зачастую решение простых вопросов, ну, упирается в большой ворох бумаги, ну, и информация, в общем-то, о возможности приобретения этого имущества иногда появляется тогда, когда уже нет времени подготовиться и принять решение о приобретении. Ну, то есть, вот, проблемы, которые возникают, да, они, получается, возникают на стыке, с одной стороны, незнание и непонимание бизнеса, вот, своих возможностей использовать федеральное имущество, а с другой стороны, действительно, недостаточно информации о имуществе, сложностью процедур, и, как уже было отмечено, не всегда высоким качеством самих объектов федерального имущества, находящихся в государственной казне. Действительно, на сегодняшний день в государственной казне довольно-таки специфическое имущество содержится, это и объекты незавершенного строительства, это большой пласт защитных сооружений гражданской обороны, объекты недропользовали, ну, фактически, это, там, шахты, скважины, которые выведены из эксплуатации, понятно, что их вовлечь в хозяйственный оборот это имущество, ну, является очень непростой задачей. Вместе с тем, мы, конечно же, прилагаем значительные усилия, чтобы федеральное имущество не простаивало и приносило, и, собственно говоря, пользу для бизнеса и доход для государства. В рамках программы управления федеральным имуществом, которая входит в государственную программу Российской Федерации в управлении государственными финансами и регулировании финансовых рынков, перед нами поставлены определенные цели, есть определенные показатели, и мы их, собственно говоря, планомерно достигаем. Возвращаясь к теме дискуссий, хотел бы отметить несколько, наверное, таких тезисов, с которыми мы сейчас смотрим на дальнейшие шаги в сфере управления имуществом. Мы понимаем, что сведения о имуществе, предполагаемом к увлечению в хозяйственный оборот, конечно, должны быть открытыми, интуитивно понятными, доступными, содержать подробную информацию об объекте, в том числе, может быть, даже и с фотографий, с какими-то, ну, я заглядываю на будущее, с какими-то виртуальными 3D-турами по этому имуществу, с информацией о транспортной доступности, о наличии какой-либо рядом сопутствующей инфраструктуры. И, конечно же, поиск имущества должен осуществляться, в первую очередь, не по тем сложным идентификационным номерам, которые сегодня присутствуют и в Едином государственном реестре недвижимости, и в Реестре федерального имущества, а по его назначению, по месту расположения, по срокам, вот этот поиск должен быть действительно понятным, удобным, и мы вот в этом направлении делаем определенные шаги, о которых я скажу чуть позже. Конечно же, неплохо было бы, чтобы потенциальный пользователь этим имуществом имел возможность в одном месте найти всю информацию, каким-то образом по разным критериям ее фильтровать, какие-то объекты добавлять, как мы привыкли, в закладку избранное, получать определенные уведомления об изменениях состояния по таким объектам. Ну и, конечно же, все это должно быть в режиме онлайн. То есть нашел имущество в одном месте, выбрал подходящий объект, подал заявление, оплатил, заключил договор, и, собственно говоря, на этом же ресурсе или в этом же месте получаешь сопровождение заключенного договора. Процедура, мы полагаем, тоже должна становиться сама по себе проще, если можно так выразиться, по количеству шагов от начала подачи заявления до получения результата услуги, этот путь должен сокращаться. Но для примера сейчас, для того, чтобы получить результат государственной услуги по передаче в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов, надо пройти семь шагов, растянутых, в общем-то, ну, как говорится, в пространстве и во времени. И сегодня, уважаемые участники форума, я пользуюсь вот этой возможностью и хотел бы заявить, что мы действительно качественно меняем подход к взаимодействию с арендаторами федерального имущества. С 2021 года стартовала наша ведомственная программа, имеющая целью цифровую трансформацию процессов управления государственным имуществом. Для этого мы проанализировали и спроектировали заново ряд основных административных процессов, причем, вот, как я уже говорил, в парадигме от клиента, и приступили к их реализации. Говоря об использовании информационных технологий в целях повышения прозрачности и эффективности управления федеральным имуществом, ориентации этого процесса на нашего клиента, я хотел бы отметить, что в первом полугодии уже внедрена подсистема учета и распоряжения арестованным, конфискованным имуществом. Мы обеспечили связь с ресурсами, с информационными ресурсами федеральной налоговой службы, имеем возможность получения данных в бухгалтерской отчетности по организации. В настоящее время проводим работы по вводу в промышленную эксплуатацию системы претензионно-исковой работы и судебной защиты интересов государства. Это очень большой блок, позволяющий также навести порядок в этой сфере. Запущен новый личный кабинет профессионального директора, позволяющий подписывать договоры о представлении интересов в электронной форме. Мы проводим и продолжаем проводить интеграцию нашей информационной системы с информационными системами других федеральных органов исполнительной власти. Межведомственный портал интегрируется с единой системой идентификации и авторизации для упрощения процедур, ну и ряд других мероприятий. Но главной задачей до конца этого года является реализация двух первых этапов разработки и внедрения личного кабинета арендатора. При этом разработка этого кабинета ведется на государственной платформе «Гостех». Мероприятие это очень важное и ответственное для нас, поскольку личный кабинет арендатора, ну, собственно говоря, должен стать главным реальным подтверждением вот тех первых шагов по созданию комфортной среды для арендаторов федерального имущества и подтверждению тех подходов, которые я чуть раньше перечислил. Реализацию пилотного проекта мы проводим в рамках постановления правительства, то есть это такой серьезный проект, проводится эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой платформе Российской Федерации «Гостех». Если буквально там полминуты, сама эта платформа определяется как экосистема для создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, включающая в себя единую программно-аппаратную среду и методологию, и поддерживающие взаимоотношения граждан, государственных оргазов, коммерческих организаций на базе современных информационных технологий именно с целью повышения доступности государственных услуг и функций, а также снижения издержек и расходов участников на использование государственных услуг. По нашему мнению, запуск личного кабинета арендатора расширит возможности взаимодействия с гражданами и бизнесом, предоставит новые цифровые инструменты арендаторам федеральной земли от проведения сверхзайморасчетов, оплаты текущих начислений до юридически значимого электронного документа оборота. Кроме того, в рамках реализации этого проекта нами будет создана витрина объектов недвижимого имущества, предлагаемых к вовлечению в хозяйственный оборот. Все это позволит создать вот такой удобный, дружелюбный интерфейс, обеспечивающий доступную, достоверную информацию об объектах федерального имущества и об возможных условиях их использования. Мы рассчитываем, что привлечем новых арендаторов и тем самым повысим эффективность использования федерального имущества. Ожидаем, что предложенный новый формат цифрового взаимодействия обеспечит полную прозрачность отношений с арендаторами, что немаловажно, будет максимально исключен человеческий фактор и возможность чиновника действовать, ну мы знаем иногда, действовать по своему усмотрению. Поэтому вот, уважаемые коллеги, я завершаю свое выступление, хотел бы поблагодарить всех за внимание и попросил бы включить небольшой ролик, он буквально на 3 минуты, где мы покажем то, что мы задумали, и я надеюсь, действительно в декабре мы сможем уже это показать в реальной жизни. Включите, пожалуйста, ролик. Спасибо. Представляем вашему вниманию сервис личный кабинет арендатора. Вход в личный кабинет осуществляется посредством подтвержденной учетной записи портала Госуслуг. При первичном ходе арендатор предоставляет согласие на получение юридически значимых сообщений в электронном виде. В дальнейшем обмен сообщениями с госимуществом будет проходить через личный кабинет. Это является удобным способом коммуникации, позволяющий сократить временное информирование и почтовые расходы сторон. После подтверждения получения документов осуществляется переход на главную страницу личного кабинета. В целях повышения финансовой дисциплины арендаторов в центральной части главной страницы в наглядном виде отражено текущее финансовое состояние счетов арендатора с отдельным выделением суммы задолженности. С левой стороны представлены основные разделы сервиса «Мои договоры», «Мои объекты», «Жизненные ситуации» и «Сообщения». Предусмотрены вспомогательные блоки «Помощь» и «Оставить отзыв». Также на главной странице размещены виджет календаря с выделенными датами оплаты, входящие документы и счетчик договоров и объектов пользователя. Рассмотрим подробнее основные пункты главной страницы. Раздел «Мои договоры» раскрывает информацию о всех заключенных с арендатором договорах аренды с указанием задолженности и текущих начислений. При выборе записи пользователь переходит в карточку договора, где содержатся основные характеристики, имеется история начислений и платежей, а также возможность посмотреть все связанные с договором входящие и исходящие документы. Кроме того, карточка договора содержит функциональные кнопки оплаты банковской карты или посредством платежного шлюза портала «Госуслуг». Пользователи, не имеющие возможности оплаты банковскими картами, могут воспользоваться функцией формирования печатной квитанции либо загрузить квитанцию в XML-формате, в свою учетную систему и в дальнейшем произвести оплату удобным для себя способом. В разделе «Мои объекты» отражена краткая характеристика объектов аренды. Блок жизненной ситуации содержит 9 наиболее часто встречающихся жизненных ситуаций, возникающих при взаимодействии арендатора с Росимуществом. Кроме того, предусмотрена одна нетиповая жизненная ситуация. Формирование обращений посредством жизненных ситуаций – самый простой и удобный способ взаимодействия с ведомством. История направленных обращений отображается в блоке «Сообщения», в котором содержатся как все направленные пользователем сообщения, так и полученные на них ответы. В целях удобства внешний вид раздела реализован в привычном всем стиле электронной почты. Сообщения, структурированные по теме, содержат текущие статусы рассмотрения. После получения итогового ответа арендатор может оценить качество работы Росимущества по обращению. Упрощение процессов взаимодействия и коммуникации, легкость в использовании, сокращение сроков получения ответов, расширение возможностей арендатора делают сервис клиента ориентированным и востребованным пользователями. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Роман. Мне очень понравилось то, что вы показали. Я вспомнил, как операции проводил через Домклик Сбербанка. Это очень хороший сервис по приобретению недвижимости. Ты просто пьешь кофе и отвечаешь на сообщения, смс-ки. У тебя сделка проходит все это время. Это какая-то похожая действительно система. Впечатляет 2,5 миллиона объектов, единиц имущества. Действительно, я где-то видел даже в прессе, что у нас земля, принадлежащая Минобороны, например, она превышает размерами Грецию. То есть это такой массив действительно данных, огромное количество объектов недвижимости. А вот есть ли какие-то цифры, какова доля имущества, действительно активно вовлеченного в хозяйственный оборот? То есть вы говорили о том векторе, главном вовлечении в хозяйственный оборот. Есть ли какое-то разделение, вовлеченный объем, не вовлеченный? Здесь, наверное, сразу надо отметить, что эти 2,5 миллиона объектов федерального имущества, из них почти 1,3 миллиона объектов недвижимого имущества, они в большей степени принадлежат на сегодняшний день, находятся в пользовании и владении у правообладателя. Вот те 14 290, о которых я говорил. Мы, собственно, непосредственно управляем имуществом казны. Это около 400 тысяч объектов, при этом около 390 тысяч объектов – это земельные участки, и остальное – это имущества разных категорий, о которых я говорил. Я уже его перечислил. Что касается процентов вовлечения, ну, например, могу ответить по последним результатам, по, например, земельным участкам, находящимся в федеральной собственности. Здесь у нас ставился показатель по вовлечению в хозяйственный оборот на правах аренды этих земельных участков. План на 2021 год – 2201 земельный участок. По состоянию на 31 августа вовлечено 2959 земельных участков, то есть мы, как бы, идем с неким превышением. Что касается вообще использования объектов имущества казны, если я не ошибаюсь, ну, где-то, по-моему, около 19 процентов. Но если вот у меня здесь коллеги присутствуют, коллеги-заместители руководителя агентства, они меня поправят, может быть, если я за столь короткий срок не успел погрузиться в реальные цифры. Но вот я думаю, что вот так. То есть действительно, да, вот доля объектов имущества государственной казны, вовлеченная в оборот, на этот год составляла 19,6 процентов, и факт 22,74. То есть вот... Вектор правильный. Да, в принципе, и те же цифры я и назвал. Скажите, вот, да, личный кабинет, упрощение процедур, цифровизация, да, которой сегодня занимаются все. А что волнует все-таки нашего клиента, да, то есть и арендатора, и всех заинтересованных лиц? Можете какие-то топ-3 проблемы назвать, что у них на самом деле болит? Ну, действительно, наверное, что вот болит больше, да, это можно, наверное, сказать и проанализировать в первую очередь по тематике обращения граждан, которые обращаются к нам. И здесь у меня вот всякая разная информация под рукой есть, вот нашел я ее сразу. Даже топ-4 назову. Наибольшее количество обращений, это порядка 30% обращений от общего количества, поступило по вопросам распоряжения земельными участками и регулированию земельных отношений. То есть это вот в этом топе самое главное. Второе место, 13% обращений по вопросам распоряжения имуществом, как раз составляющим казну Российской Федерации. 11% это вопрос, связанный с реализацией арестованного, конфискованного и иного изъятого в федеральную собственность имущества. И четвертую позицию, 9% обращений, это обращения, связанные с частью управления и распоряжения зарубежной собственностью, имуществом отраслевых организаций. Ну, то есть распоряжением, имуществом, вот как раз этими правообладателями, это 14 тысяч. Спасибо. Ну вот здесь, знаете, я еще отметил звездочки у вас в личном кабинете по оценке качества. У вас уже есть тот, кто будет сидеть с той стороны анализировать вот эти оценки. То есть здесь же важно, чтобы действительно обратная связь, о которой вы сейчас говорили, выстраивалась. Я вот, занимаясь Дальним Востоком, вижу отличную практику в Якутии. Там каждый глава, да, то есть вообще любой представитель власти обязан перед своим кругом там респондентов отчитываться, да, ежегодно. Ежегодный годовой отчет. Вот вы готовы, Роман, к годовому отчету по использованию системы, да, и по, собственно, распоряжению и государственным учетам? Михаил, ну, я думаю, что на самом деле вот та история, которую вы сказали по поводу глав муниципалитетов и выше, этот тренд задал президент наш. Он, собственно говоря, поручил эту историю на всех уровнях власти. Что касается федеральных органов исполнительной власти, но действительно мы не скрываем результаты своей деятельности. Существуют открытые правительства, существуют открытые отчеты, которые публикуются нами, собственно говоря, на нашем сайте. Кроме того, у нас есть концепция открытости нашей деятельности. Ну и, в принципе, вот ежегодно, уже два года подряд, счетная палата проводит рейтинг открытости федеральных органов в исполнительной власти, я скажу так, между, ну, среди агентств и служб, федеральных агентств и служб, там есть три категории. Закрытые, высокая степень открытости и средняя. Вот открытыми признаны всего две структуры, четыре структуры закрытыми, все остальные находятся в средней степени. Ну, мы там в том рейтинге, как бы, ближе к верху, к верхним строчкам. Но я думаю, что вот как раз создание вот этих инструментов, создание витрины данных, те механизмы, которые мы будем там реализовывать, а там будут доступны механизмы дашбордов с некоторой агрегированной информацией по результатам нашей деятельности, она, конечно, будет способствовать повышению нашей открытости и подтверждать нашу направленность и открытость клиенту. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Роман. Ну, а мы поговорим о следующем сервисе. Да, у нас, видите, такая цифровая получилась в полном смысле панель. Анна Катамадзе, заместитель руководителя федерального казначейства. Торги.gov.ru. Как цифровая эксистема отношений в сфере продажи государственного муниципального имущества будет реализовываться в ближайшее время? Анна, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я с небольшой презентацией. Вот мой коллега рассказал про то, что они делают в Росимуществе. Это, на самом деле, очень понятный нам опыт, и мы начинаем сейчас очень серьезное взаимодействие. Но прежде чем рассказать о наших таких партнерских историях, я, наверное, расскажу вообще в целом, что у нас произошло с точки зрения ключевой системы, которая, собственно, является главной государственной информационной системой, где размещаются все торги на продажу различных видов имущества, в том числе государственного муниципального и многие другие виды имущества. И потому как за последние полтора года, несмотря на то, что мы работали в условиях пандемии, у нас произошли достаточно серьезные перемены. И есть прогноз по тем переменам, которые будут, я о них хотела бы рассказать. Ну, во-первых, у нас произошла смена оператора. Торги ГОВРУ 19 ноября 2020 года казначейство стало официальным оператором ГИС Торги. Нам были переданы полномочия от Минэкономразвития и Минцифры. Соответственно, мы с Минцифрой сейчас работаем в режиме переходного периода, так как мы, проведя аудит существующей системы торги ГОВРУ, мы поняли, что, по сути дела, надо создавать новую систему. У нас большой опыт, ну, казначейство, по сути, является такой цикл, как сказать, IT-корпорации государственной, которая имеет большой опыт создания ГИСов. Для нас эта тема очень созвучна с темой государственных закупок. Вот сегодня у нас была сессия в 9 часов утра, и там, конечно, уровень вообще цифровизации, уровень погружения цифры и вообще процессов цифровых, электронного документооборота в законодательство гораздо выше, нежели чем сейчас в вопросах, связанных с продажами. Но, собственно говоря, в этом смысле это и вызов, и интересная задача, которая стоит не только перед нами, но и перед Федеральной антимонопольной службой, перед, соответственно, Министерством финансов, перед Федеральным казначейством. Сейчас на переходном периоде мы с 1 января 2022 года запускаем на абсолютно новой уже нашей платформе 4 вида крупнейших торгов. Я чуть позже об этом скажу. Это приватизация, это конфискат, аренда, соответственно, и земля, продажа земли. Ну, по сути, эти виды торгов, почему мы их взяли? Потому что нам с точки зрения IT нужно было осуществить все доработки, по сути дела, новые, создание новой системы со всем, так сказать, обвязан безопасности, регистрационных действий. Нам надо перерегистрировать всех организаторов торгов, так как мы не можем сейчас использовать те данные, которые в старой системе, они для нас не очень релевантны, начать применять квалифицированную электронную подпись, интегрироваться с электронными площадками. В общем, превратить торги ГОВ не просто в некую вывеску, отдельно стоящую от того, что происходит на электронных площадках, а создать полноценные интеграционные системы с проверкой безопасности, с проверкой сертификатов, с проверкой полномочий лиц конкретных действующих от имени организаторов торгов, от имени правообладателей, так и от имени чуть позднее участников. В общем, привести это все в божеский вид, в человеческий, и интегрироваться с нашими крупнейшими партнерами, в частности, это Росимущество, так как сейчас коллеги тоже развивают свою систему, как это уже было представлено, внутреннюю, то есть это внутренние, по сути, документы обороты. Мы не можем не интегрироваться с Росимуществом, как одним из ключевых правообладателей и продавцов. У нас также очень большие планы по взаимодействию с Москвой, с МОС-областью. Мы сейчас ведем переговоры с коллегами. По банкротству идет отдельный закон. Мы с коллегами из Минкомразвития с налоговой также провели целую серию консультаций о том, чтобы все эти торги проходили именно у нас на торге ГОВ с определенного момента. И в Государственной Думе находится законопроект по исполнительному производству. Он принят в первом чтении. И, соответственно, там тоже предусмотрен переход от бумажных торгов на электронные торги. Предусмотрено, что все это будет осуществляться также на торги ГОВ. И планируемая дата, соответственно, вступления в силу этих норм, 1 апреля 2022 года, мы к этому тоже готовимся. Таким образом, вот четыре вида крупных торгов, а также торги на исполнительное производство, это уже вот сейчас, 1 января и 1 апреля, соответственно. А к 1 октября мы как бы догоняем все остальные, так сказать, подчищаем 40 примерно видов торгов, которые пока будут на старой платформе Минцифры, но мы постепенно их реализуем у себя и переведем к себе все эти процессы. Но говоря о цифре, говоря о переводе вообще в цифровой документооборот, в цифровые торги, в цифровые сделки, нельзя не говорить о законодательстве, о том, что происходит с нормативно-правым регулированием, потому что мы не создаем как органы власти и Росимущество, и мы не создаем какие-то просто сервисы. Мы все-таки обеспечиваем функции и реализацию полномочий, реализацию норм права. И в этом смысле огромное значение имеет то, что будет происходить в законодательстве. Если говорить о текущем состоянии регулирования, вот так как оно сложилось, то у нас сейчас такой достаточно большой разброс нормативно-правых актов. У нас абсолютно каждая отраслевая, земля, недра, лес, вода, все это абсолютно разбросано, абсолютно разные подходы к описанию процедур. Где-то они бумажные, где-то есть вилка бумажная, электронная, где-то уже переход на электроны. Электроны по-разному описаны. В общем, это примерно больше 50 нормативно-правых актов. И надо отметить, что в большинстве этих актов на данный момент не предусмотрена электронная форма торгов. Отсутствует перечень четки по электронным площадкам, как это сделано в госзакупках. Вообще как форма отсутствует электронный договор. Все-таки торги всегда должны заканчиваться сделкой. Если у нас все будет обрываться протоколом с победителями, а дальше опять бумага и какая-то жизнь за пределами наших цифровых платформ, то, в принципе, смысла в этом во всем нет. Поэтому мы, конечно, будем точно совершенно со своей стороны предлагать и создавать все условия для того, чтобы оцифровывать вообще и сделку, и актирование по сделкам. Эту дорожку мы уже протоптали в госзакупках, поэтому нам понятно, что делать. И это правильный путь. И, конечно, для нас, как для органа финансового, очень важно связать процессы, связанные с продажей, с планированием продаж, например, план приватизации, почем планировали продать, почем реально продали и реально какие доходы поступили в бюджеты Российской Федерации. Речь идет не только о федеральном бюджете. И мы должны это видеть, анализировать и сравнивать, и делать из этого какие-то выводы, потому что мы находимся, очевидно, в веке, когда информация является, как это говорят, нефтью, золотом, алмазами. И мы сейчас ею просто не обладаем в полной мере. Но вот о тех планах, о которых я скажу, и с учетом, что законодательство будет двигаться в этом же направлении, я очень на это рассчитываю, и мы в этом активное тоже участие принимаем, мы, конечно, добьемся результатов. И за 2-3 года мы построим действительно полноценную цифровую среду с аналитикой, с пониманием, сколько что стоит, с пониманием, создана ли конкурентная среда, насколько у нас процедуры эффективны и прочее, прочее. Соответственно, надо сказать, что так считаем не только мы, так вообще в принципе в правительстве это уже осознано. Есть целый ряд поручений. Вот одно из них – это поручение, которое дано целому перечню ведомств, ФАС как головному, это поручение о, соответственно, внесении в правительство федерального закона бонификации всех процедур торгов. Сейчас эта работа коллегами ведется, она, конечно, очень сложная, очень много согласующих, очень много задач стоит перед ФАСом. Это вообще принять отдельный закон – это само по себе очень сложная, рутинная задача и с точки зрения правовой, и с точки зрения экономической. Параллельно есть другие законы, которые идут уже чуть с опережением. Например, вот, как я уже сказала, закон о банкротстве, и там уже многое что предусмотрено. В общем, я думаю, что этот процесс будет небыстрый, но, по крайней мере, это движение, оно начато, и оно идет в том направлении, в котором мы для себя представляем развитие, в том числе, системы торги ГОВ. Но пока процесс с таким единым, унифицированным законом движется, мы со своей стороны тоже распланировали свою работу в действующих условиях действующего законодательства и действующих, скажем так, существующих законопроектов, подзаконных актов, которые готовятся. И в рамках них мы тоже нашли ниши для, соответственно, развития на ближайшие пару лет. Ну вот, на 2021 год, я уже сказала, это четыре вида крупнейших торгов, которые мы запускаем с 1 января. Мы, конечно, для всех еще проведем и вебинары, обучающие различные, сделаем видеоконференции, и конференции проведем, и обучающие материалы. И понятно, что организаторы торгов должны не запутаться в двух системах, пока этот переходный период существует. Но мы создадим все условия, чтобы всем это было понятно. Мы с Минцифрой уже обо всем договорились, о том, как мы сделаем корреспондирующие перекрестные ссылки и прочие-прочие вещи между двумя системами. Соответственно, что очень важно, что все торги будут теперь проходить не путем набивания отдельно извещения у нас, отдельно на площадке, с протоколами отдельно на площадке, отдельно у нас. Мы сейчас видим, конечно, серьезное в этом смысле расхождение данных. Из-за этого мы объективно даже посчитать не можем, вообще сколько на какой площадке торгов проведено, потому что мы анализировали информацию, например, написано в извещении, там выбрана какая-то площадка, ну, X, заходишь на эту площадку, а там торгов таких даже и нет. То есть это, конечно, абсолютно неприемлемо, и мы, конечно, с 1 января этот процесс полностью, ну, где-то он будет такой, переходящий с 1 января по 1 апреля, когда, разместив любую информацию на торги ГОФ, она автоматом в течение часа будет размещаться на каждой из 8 площадок, и когда на площадке, соответственно, будет уже разыгран аукцион или конкурс, то результаты в виде итогового протокола будут очень также автоматизировано переходить на нашу систему посредством информационного взаимодействия. Никакого ручного ввода информации больше в этом смысле не будет, никаких там набивалок, ничего этого не будет. То есть невозможно будет разместить здесь извещение, а на самом деле торги не провести, или провести торги ничего не разместить в торги ГОФ. То есть эта история будет закрыта навсегда по четырем видам торгов, а с 1 октября по всем остальным. Очень важный пункт, очень важная задача – это регистрация всех правообладателей, организаторов торгов, спецорганизаций по совершенно новому порядку. Мы сейчас, на самом деле, это я так мягко скажу, проанализировав данные об организациях, понимаем, что не все организации вообще с подтвержденными полномочиями и не все организации в принципе в актуальном состоянии. А это создает очень серьезные риски по проведению эффективных торгов, по соответственно тому, что у нас задатки могут куда-нибудь улететь не в тот адрес, не по тем счетам, а понятно, что все торги проводятся с задатками. И мы приняли такое очень непростое для себя решение, которое сильно нас нагружает, но мы однозначно понимаем, что в новую систему мы все организации торгов перерегистрируем не автоматом из старой системы, а посредством нового порядка. То есть мы интегрированы с EGRU, с ESEA, мы создали ролевую модель каждому первому лицу, то есть либо гендиректору, либо лицу, имеющему право действовать без доверенности, которых мы четко идентифицируем по EGRU и ESEA, а также по нашим внутренним системам казначейства, мы будем просить зайти в личный кабинет и самостоятельно под свою же ответственность, как это и должно быть первому лицу, раздать роли по, соответственно, размещению извещений, по формированию планов приватизации, по дальнейшему внесению сведения о совершившихся сделках в реестр сделок, по заключению сделок. То есть раздать эти роли заново тем лицам, которые действительно определены генеральным директором, руководителем организации, как это и должно быть с применением электронной цифровой подписи. Это, конечно, на первом этапе может вызвать определенную некую такую дискуссию, потому что это неудобство, надо зайти, проверить данные, убедиться, что все эти данные в EGRU обновлены и прочее, но мы абсолютно убеждены, что если мы начинаем с чистого листа строить полноценно нормальную цифровую систему, первое, что мы должны обеспечить, это информационную безопасность и безопасность для сторон того, что эти данные, эти торги неэффективны и лица, которые осуществляют подписание документов, являются реально уполномоченными. Соответственно, третья такая задача – это структурированные планы приватизации. Сейчас это в основном сканники, которые привешиваются куда-то, иногда не всегда являются планами приватизации. Конечно, это тоже такой архаизм для нас, как бы для… То есть я куратором системы закупок являюсь, для меня это совершенно нонсенс, что вообще такой путь был выбран нашими коллегами ранее. Конечно же, структура данных есть в плане приватизации. Конечно же, нам действительно потребуется серьезная интеграция с Москвой, потому что у них огромные, объемные продажи, наверное, самые крупные продажи, в данном случае у Москвы, у Мособласти. У них есть свои системы, у них есть своя система учета, перерегистрации. Мы с ними недалеко, как вчера встречались, у нас целая дорожная карта на год всех совместных действий по интеграции систем. Но очевидно, что мы, как государство, должны понимать, вообще, что планировалось продать, продано оно или нет, и что в результате. И сделать это можно только имея нормальную структуру данных, а не какие-то сканы с неизвестным наполнением. Поэтому это тоже вот такой был один из первоочередных наших задач. А для нас, как для финансового ведомства, важным фактором является тоже финансовая составляющая этих документов, чтобы мы могли сверяться с тем, что планировали, а что в результате на самом деле получили по факту. Взаимосвязь, извещение электронных торгов с планами приватизациями, это как следствие структурирования вообще всех данных по плану приватизации. На 22-й уже год, как я уже сказала, мы планируем уже перевести все торги с использованием новой ГИС-торги с уже зарегистрированными пользователями. Хочу отметить, что в наши планы входит дать возможность, мы обсуждаем это с площадками сейчас электронными, я уверена, что мы найдем взаимопонимание. У нас в рамках госзакупок, мы как ЕИС в сфере закупок единая информационная система, ЕИС регистрируем всех участников торгов для закупок. И у нас зарегистрировано в так называемом ЕРУЗе, это единый реестр участников закупок, более 500 тысяч организаций, участников торгов. И все данные, которые они вносят в реестр, с уставными учредительными документами, с разрешениями на крупные сделки, с полным набором всех документов, которые определяют правоспособность этих лиц, могут быть использованы площадками для того, чтобы именно фактически упростить участникам рынка приход на процедуры. Не надо с собой все время таскать эти документы, ни в виде бумаги, ни в виде сканов, они все есть уже у нас в реестре. И мы договариваемся о том, чтобы этот реестр стал инструментом того, чтобы можно было подать заявку на участие в торгах без дополнительного сбора этих документов. И мы уверены в том, что уровень конкуренции, в этом и смысл процедуры торгов, существенно возрастет просто за счет вообще облегчения вот этого процесса, за счет облегчения объема документов и за счет того, что нет человеческого фактора. Эти документы уже внесены в реестр, они проверены, они акцептованы и вряд ли можно совершить какую-то ошибку. Ошибка может быть только уже у нас, если где-то что-то не прицепится. Но мы стараемся таких ошибок не допускать. Соответственно, одной из таких крупных задач для нас уже в 2022 году не как начало, а как уже результат является интеграция с Росимуществом по внутренней системе Росимуществ, обязательно с Росреестром, так как понятно, что кадастровый учет – это они, земля, недвижимость – это большая доля продаж, и мы хотим отцифровать единым справочником, единым реестром, чтобы опять-таки идентифицировать эти объекты и их стоимость запланированную и состоявшуюся в действительности, как она есть. Один из наших таких серьезных направлений работы и наших предложений в закон о бонификации торгов – это реестр договоров. Вот то, о чем я говорила, это то, что, наверное, нам еще предстоит, может быть, решать в 2023 году – это электронные сделки. Когда у нас все электронное до итогового протокола, а сама сделка и акт по этой сделке бумажные, то на самом деле мы реально не понимаем, что происходит с объектом, мы реально не понимаем, что происходит с реальной жизнью уже этого объекта. Вообще состоялась ли сделка в результате, нет ли к ней какого-то доп. соглашения, которое полностью нивелирует цену, которая сформировалась по результатам торгов. Вообще, есть ли что-то там по этой сделке, реально ли соответствует имущество тем условиям и тем описаниям, характеристикам, которые были изначально заданы, защищены ли стороны в этих сделках. То есть огромное количество вопросов сейчас нерешенных, которые можно решить, если договор сделать электронным, полноценным электронным, подписываемым в системе, с квалифицированной электронной подписью и с внесением его в единый реестр. Ну и, конечно, следствием всего этого, безусловно, станет нормальная полноценная отчетность, аналитика, которой мы можем, как и сейчас по госзакупкам, делиться, и на ее базе можно будет принимать множество управленческих важнейших решений. Вот, в принципе, наверное, это вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Но если я вас правильно понял, то действительно можно уже там скоро будет стать владельцем заводов газет и пароходов, не вставая с дивана, да? А если чуть-чуть докрутить технологии, то ты кивнул, если ты в едином реестре, да, то у тебя со счета списалось сколько-то миллионов, а ты уже владелец недвижимости и иных объектов. Ну, я уж не буду, конечно, и да, и нет. То есть принять участие в торгах, зарегистрироваться действительно можно будет, не вставая с дивана. У нас по госзакупкам люди на пандемию оказались… Это реальная история, когда люди оказались где-то даже в других странах, вот буквально с наличием в кармане электронно-цифровых подписей обеспечивали закупочный процесс всей своей организации и даже задумались о том, а стоит ли, так сказать, обратно. То есть даже такие случаи есть. Это правда, но давайте будем все-таки, так сказать, откровенными. Покупая завод, надо приехать и посмотреть, что ты покупаешь. Это очевидно. И это, на самом деле, одна из больших проблем, не столько цифровой части, сколько, наверное, регуляторики и вообще подходов к тому, как организовать правильно процесс торгов так, чтобы, с одной стороны, сговора не было, с другой стороны, человек не покупал кота в мешке или организация. Это вообще один из таких серьезных вопросов, которые будут стоять перед всеми нами в процессе формирования законопроекта о бонифицированных торгах. В госзакупках нам понадобилось лет пять, чтобы отрегулировать, ввести банковские гарантии, финансовые инструменты. Мы там много чего вводили, чтобы сбалансировать, собственно, интересы сторон, чтобы не было мошенничества, потому что это все тоже было. Здесь, боюсь, что этот путь еще придется пройти. Спасибо. А что сегодня, Анна, самое горячее на торгах? Есть какой-то топ-3, топ-5? Ну, топ-3 – это, по сути, то, что мы взяли сейчас. Это приватизация однозначно, причем, понятно, там регионы некоторые у нас в топе, я уже их, в общем-то, и назвала. Это земля, аренда, конфискат. Четыре направления. Мы сразу их заприметили, с них и начали. Спасибо большое. Но, Анна, остается пожелать удачи, чтобы действительно система получилась такой же крутой и прозрачно-эффективной, как и действующая сегодня система закупок. Спасибо. Все, кто в ней участвует, в общем, в ней участвуют, понимают, что это действительно очень хорошая практика. Но вот все вышеперечисленное, оно возможно только при одном условии – если государство действительно выступает в качестве эффективного собственника. Вот об этом доклад Андрея Воронцова, директор департамента регулированных имущественных отношений, Министерства финансов. Андрей, действительно, государство стремится к тому, чтобы быть эффективным собственником, и в чем это выражается сегодня? Да, Михаил, спасибо. Стремится государство к тому, чтобы быть эффективным собственником. И для того, чтобы этим эффективным собственником стать, нужны усилия, вот то, что мы понимали, как этапы этого пути стать эффективным собственником, было сформировано в госпрограмме, тут ее уже упоминали, в государственной программе управления государственными финансами и регулирования финансовых рынков, которая трансформируется с начала следующего года в ведомственный проект, который так и называется государство как эффективный собственник, и в комплекс процессов мероприятия Росимущества по достижению, ну, собственно, той же цели. Если говорить о ведомственном проекте, то... Так вот, если говорить о ведомственном проекте, то он предусматривает некие показатели. Вот я показатели вывел на экран. О чем показатели говорят? Ну, первый показатель говорит про совпадение сведений реестра федерального имущества. Точнее, в общем, об актуальности учета федерального имущества, потому что невозможно быть эффективным собственником, вообще собственником, не понимая, чем ты владеешь. Есть такое общее место в разных документах и выступлениях, в материалы счетной палаты о том, что имущественный комплекс является, ну, неоптимальным, скажем, находящийся в собственности Российской Федерации и в достаточной степени не учтен. То есть учет этого имущества является не до конца достоверным. Для того, чтобы эту ситуацию решить, ведомственный проект предусматривает мероприятие по повышению достоверности данных учета федерального имущества, для этого осуществляется сверка данных реестра федерального имущества с иными информационными системами, с системами налоговой службы, которые учитывают юрлица и малый и средний бизнес, с ЕГРН, который учитывает объект недвижимого имущества, находящийся в том числе и в федеральной собственности, со системами федерального казначейства, со системой электронный бюджет. То есть таким образом, чтобы данные, находящиеся в реестре федерального имущества, характеризующие это имущество, были актуальными и, во-вторых, использовались для планирования расходов и доходов бюджета. Вот такая задача отражена в этом показателе. Следующая часть этого же показателя заключается в том, что само содержание реестра федерального имущества является, скажем так, неоптимальным. Для того, чтобы реестр содержал всю необходимую для характеристики этого имущества информацию, в прошлом году мы вместе с коллегами подготовили такие довольно масштабные изменения в порядок учета федерального имущества. Это постановление было принято, сейчас Росимущество ведет работу по налаживанию информационной системы, по подготовке софта для того, чтобы вся необходимая информация в этом реестре содержалась. Два вида информации, которые будут дополнительно содержаться в реестре федерального имущества. Это дополнительная характеристика качества состояния этого имущества, его физического состояния, необходимости ремонта этого имущества капитального или текущего и наличия источников для этого ремонта, а также доходы и расходы, связанные с содержанием этого имущества. Такого рода информация по доходам и по расходам будет использована в электронном бюджете для того, чтобы использовать эти данные для планирования доходов и расходов бюджета, для того, чтобы использовать Их в составлении в конечном итоге сметы бюджетного учреждения, на балансе которого это имущество и находится. Следующий показатель, даже следующие два, наверное, показателя характеризуют корпоративную часть федерального имущества. Надо сказать, что когда мы говорили о недостаточной актуальности данных по учету юридических лиц, в которых собственникам и владельцам выступает Российская Федерация, этот недостаток касался и учета юрлиц. Эта проблема была еще в прошлом году преодолена с помощью интеграции реестров федерального имущества и налоговой службы. на федеральном уровне являются нашей собственностью. Это 850 акционерных обществ и 586 группов. И приступили к реализации задачи определения их целевой функции, как недвижимого имущества, так и юридических лиц. Потому что следом за учетом актуальным того или иного федерального имущества следует задача определения его судьбы дальнейшей. То есть для чего это имущество нужно Российской Федерации. И, соответственно, определение этой целевой функции, наши последующие действия по ее реализации. То есть это приватизация этого имущества, это использование этого имущества в выполнении задач, которые стоят перед федеральными органами исполнительной власти, перед учреждениями и их министерствами, которым они подведомственны. Это избавление от этого имущества путем его приватизации, повторюсь, передачи на иной уровень бюджетной системы, если это имущество необходимо. Ну и, пожалуй, все. Определение целевой функции – это такая регламентная процедура, которая реализована в Росимуществе. И мы, коллеги, точнее, из Росимущества вместе с нами, с большим количеством федеральных министерств, имеющих также у себя и подведомственную бюджетную сеть, и унитарные предприятия, и акционерные общества, вот с конца прошлого года и весь 2001 год у нас посвящен тому, чтобы, в частности, 850 акционерных обществ должны превратиться в 133 общества, по которым правительством принято решение об их сохранении в федеральной собственности. Оставшиеся общества должны быть приватизированы, ликвидированы, завершена процедура банкротства или их передачи на иной уровень. В отношении унитарных предприятий, 586 унитарных предприятий на начало этого года превратятся в, не помню точную цифру, полторы сотни. Оставшиеся унитарные предприятия также будут акционированы, в последующем приватизированы, переданы в вертикально интегрированные структуры, либо ликвидированы в том числе с помощью процедуры банкротства. Вот это процесс, который сейчас идет и будет завершен к концу этого года по избавлению Российской Федерации как собственника от того имущества, которое для реализации федеральных полномочий не требуется, а требуется вовлечь его в хозяйственный оборот тем или иным способом. Следующая задача, к которой я хотел перейти, точнее показатель ведомственного проекта, он характеризует усилия Росимущества и Минфина по повышению эффективности деятельности компаний, которые находятся во федеральной собственности и касаются отдачи, то есть эффективности их деятельности, то есть их рентабельности применительных средней отраслевой и отдачи от их деятельности в виде доходов федерального бюджета, в виде дивидендов, которые федеральный бюджет получает. Мы в данном случае добились принятия решения правительством о том, чтобы была повышена минимальная планка выплачиваемых дивидендов в федеральный бюджет до 50% прибыли. Исходя из этого, планируем доходы бюджета в виде дивидендов. И одной из задач государственной программы является как раз и увеличение поступающих в бюджет дивидендов от предприятий акционерных обществ и федеральной собственности не менее чем в два раза к 2024 году. Вот такую задачу мы себе поставили, надеемся ее с участием Росимущества достичь. И третий пласт работы, который предусмотрен ведомственным проектом, касается нормативного праворегулирования вопросов распоряжения имуществом. На слайде этого нет. Это одна из задач, которые в ведомственном проекте описываются. В выступлении Алексея Владимировича Моисеева ряд таких инициатив законодательных прозвучало. Я могу к этому добавить то, что мы совместно с Росимуществом, Казначейством прозвучало выступление Анны Таймуразовны мероприятия, в том числе нормативного регулирования по развитию торгов. Прозвучало выступление Романа Шерейдина, информация по личному кабинету и по нормативному праворегулированию, которое для этого потребовалось в виде эксперимента. Я говорил и упоминал о том, что мы изменили правила ведения реестра федерального имущества. К другим инициативам я бы упомянул еще изменение порядка формирования прогнозного плана программы приватизации, когда мы синхронизировали разработку этого плана и его действия синхронизировали с трехлетним бюджетным планированием. Говоря об законопроекте, предусматривающем новые полномочия Росимущества о формировании некого списка приватизируемого имущества без принятия решений правительства, я бы еще отметил важную инновацию в этом же законопроекте о возможности заключения договора купли-продажи федерального имущества с лицом, который призвано единственным участником аукциона или единственным участником продажи посредством публичного предложения. Это бы сильно расширило узкое горлышко приватизационных процедур, которые не позволяют нам заключить договор с единственным участником и заставляют переходить на следующий этап процедуры, что, во-первых, не позволяет нам продать это имущество, а во-вторых, позволяет, переходя к следующей процедуре, участникам снижать стоимость этого имущества, Ну и, соответственно, мы недополучаем доходы. Есть еще важный для нас законопроект, который мы ведем. Он позволит передавать имущество, в частности, пакеты акций и недвижимое имущество вертигально интегрированной структуры по кадастровой стоимости или балансовой стоимости в отношении недвижимого имущества и по номинальной стоимости в отношении пакетов акций. Эта инициатива ускорит принятие решения и формирование вертикально интегрированных структур. Не потребуется время и, самое главное, деньги на проведение оценки того или иного федерального имущества. Его оценит будущий правообладатель. Также мы вместе с коллегами из Росимущества ведем работу по совершенствованию требований при формировании кандидатов, выбираемых в составы Советов директоров госкомпаний. Пожалуй, на этом я бы остановился и закончил. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Но у меня, знаете, вопрос какой к вам? Вот мы эффективный собственник, он какой? Вот если представить себе государственного собственника, вот этот чиновник спокойный, есть время на медитацию, размышления о стратегии, он избрал профессиональных директоров, и они работают там в Совете директоров, значит, на самом высшем уровне? Или это такой немножко нервной, загруженной, постоянной работой и постоянно что-то регулирующей директивами? Вот мы к какому сейчас берегу ближе? Мы находимся в поиске компромисса между двумя крайностями, которые вы описали, Михаил. И в целом, наверное, я не погрешу, если скажу, что присутствует и то, и другое. И даже второго больше. Но здесь важен вектор, который вот в настоящее время, как я понимаю, выбран таким образом, что ключевые задачи и направления задает в виде КПЭ и долгосрочный программ развития правительства и отраслевой орган власти. Ну и, соответственно, это выражено либо в КПЭ, либо в долгосрочной программе развития, либо в директивах, которые мы тоже активно принимаем и разрабатываем. А спокойствие может быть в процедуре достижения тех целей, которые вот этими основными документами обозначены, если там найдется для него место. Ну что ж, спасибо большое за честный ответ, Андрей. Я вот, мы близимся к завершению сессии. Всегда странный момент предоставлять слово самому себе. Но мне как модератору придется это сделать. Можно кликер. Собственно, я так скажу, мы не сговаривались ни с кем из выступающих, но мы можем сравнить то, что делается действительно сегодня в сфере управления государственным имуществом, с теми векторами в международной практике управления государственным имуществом, которые действительно есть. Ну, я, в общем, возглавляю и исследовательскую лабораторию в МГУ и сам много лет работаю в качестве независимого директора в компаниях с госучастием. Поэтому вот точно имею возможность проверить слова Андрея Воронцова в отношении того, как устроено управление в компаниях с госучастием. Но, действительно, могу подтвердить, что вектор выбранный сегодня, он совершенно верный. То есть, действительно, в большинстве стран в мире государственные компании – это важный очень элемент экономики, примерно 1,5 мировой экономики. В разных странах эта цифра колеблется. Но, в общем, стандарты управления этим имуществом имеют очень важное значение. Для стабильности, для поддержания роста экономики во всех странах, не только в России. И, в общем, есть самый главный тренд международный. Он в том, что создаются механизмы для обеспечения прозрачности, для обеспечения эффективной практики корпоративного управления в компаниях с государственным участием. То есть, прозрачность выполнения функций собственника, прозрачность роли собственника по отношению к управляемым активам. И очень широко применяется принцип, допустим, объяснения владения. То есть, продавай или объясняй. Ты должен очень четко объяснить, почему государство является собственником того или иного актива. В чем причина. Ну, собственно, следующая тенденция важная – это создание централизованных агентств. Это может быть действительно аналог нашего Росимущества. Это может быть холдинг большой, который управляет имуществом по принципу инвестиционного фонда. То есть, в этом смысле это может быть очень компактная такая команда высокооплачиваемых управленцев финансовых, чья задача основная – выработать основную цель владения соответствующим имуществом и назначить профессиональную команду директоров, отшляя надзор за ее деятельностью. Ну, всеобщая тенденция, конечно же, это цифровизация. Вот как мы можем посмотреть на примере нескольких стран, я три приведу для экономии времени. Ну, вот в Швеции выработана действительно политика по управлению государственным имуществом, целью которой является создание долгосрочной собственности, но это перевод такой немножко, long-term value – долгосрочная стоимость, создание долгосрочной стоимости, содействие устойчивому развитию. Это вот два основных вектора, которые прописаны фактически в любой политике по управлению государственным имуществом. И здесь централизованная модель Министерства по компаниям и инновациям. Очень серьезная стратегия цифровизация, направленная на выработку цифровых навыков, инноваций, безопасность в сфере коммуникаций, цифровое лидерство и цифровой инфраструктуры в связи с управлением государственным имуществом. Ну и главный здесь принцип, что компании с участием государства должны управляться так же эффективно, как и частные, соблюдая все принципы локального кодекса корпоративного управления. Ну, конечно, большое внимание уделяется сегодня качеству Совета директоров, в том числе его диверсификации состава, то есть участию женщин, участию представителей различных групп населения. В Норвегии очень похожая история, здесь чуть иной вектор, стабильное развитие бизнеса и промышленности, та же самая централизованная модель и такой подход Smart Government, то есть это четкие прозрачные правила обмена данными, очень такой продвинутый межведомственный портал, скажем так, по управлению государственным имуществом. И, значит, действительно цели деятельности государственных компаний довольно прочно увязаны с общей государственной политикой и стратегическими векторами развития. Ну, Китай нас всегда интересует, да, что же там в Китае, вдруг у них все иначе. Ну, вот я, знаете, недавно присутствовал на заседании ОСР по корпоративному управлению, там китайцы представляли свою практику корпоративного управления. Они тоже движутся в общемировом русле, прозрачность, уважение прав миноритарных акционеров, но при этом при руководящей роли коммунистической партии. Есть свои особенности. В каждой компании, помимо, знаете, совета директоров управления, есть партийный комитет, куда входят люди по принципу, значит, участия в партии, и они вот отвечают за как раз координацию с руководством страны. Тем не менее, тоже треть независимых директора. Ну, соответственно, каковы основные выводы? Мы, в общем-то, движемся действительно серьезно в русле международных тенденций в сфере управления государственным имуществом в отношении прозрачности. Мы сегодня целых 20 форовых инструментов посмотрели. Они, в общем-то, позволяют очень сильно упростить и удешевить процедуры в области распоряжения управления имуществом. Значит, действительно, цифра является и создание платформенных решений одним из важнейших драйверов в сфере оказания государственных услуг. Четкая политика собственности. Вот это то, что отличает многие страны. Они четко вырабатывают эту политику. Может быть, это тоже будет полезно для нас в ближайшее время. Присутствует централизованная модель управления государственной собственностью. Все отчитываются в интернете об эффективности управления. Ну и, конечно, активно применяют практику, политику корпоративного управления с участием независимых директоров. Ну, а поскольку время подходит к концу, я бы хотел предоставить слово теперь нашей замечательной аудитории с возможностью задать вопросы всем спикерам и уточнить услышанное или дополнить. Пожалуйста, друзья. Ну, у модератора, на самом деле, всегда есть запасной вопрос, как вы понимаете. То есть вы можете еще подумать. У нас время есть немножко. Я даже специально задержусь, потому что вопрос из зала, это, знаете, всегда необходимо. Мы же говорили о прозрачности и подотчетности. Вопрос у меня, пока вы думаете, к спикерам. Вот, коллеги, пройдет год, пройдет много разных форумов, конференций. О чем интересным и замечательным, что будет сделано в течение года, вы расскажете через год на такой же конференции. Вот что будет самым важным, что случится в течение года? Андрей? Да, в любой последовательности, на самом деле. Андрей, можем с вас начать? Ну, я в одном уверен, что будет о чем рассказать. Это совершенно точно. Ну, во-первых, конечно, рассказать о достижениях, которые мы вот сейчас говорим, как наши планы. Мы их обязательно выполним. И я даже думаю, что перевыполним. Ну, и наверняка возникнет много нового, как всегда бывает. В процессе текущей бурной деятельности. Вот, я твердо убежден, что мы способны и добьемся того, чтобы задачи, о которых сейчас докладываем, довести до конца. Вот, и очень успешно об этом рассказать. Спасибо. Я добавлю со своей стороны, что все-таки мы действуем абсолютно не хаотично. Мы всегда планируем свою работу, стараемся там года на три вперед. И с точки зрения нормативного регулирования, с точки зрения реализации этих всех процессов сейчас понятно, что без цифры никуда. Ну, в моем понимании лучше наличие плохого плана, чем никакого. Поэтому очевидно, что мы через год должны будем рассказать о том, что нам удалось сделать из того, что было анонсировано сейчас. В принципе, с форума в форум так и происходит по другим вопросам. И думаю, по этой части, с нашей стороны, со стороны казначейства это произойдет. Ну, если что-нибудь не случится плохое. А еще вот мы тут подумали, вот Швеция, Норвегия, вы нам такую мысль подали, надо опытом обмениваться. Прекрасно, все, форум удался, если честно. Сейчас вот откроют всех, и надо как-то обменяться опытом. Отлично. Ну, и, кстати, со странами ОССР, да, я просто давно и плотно взаимодействую с Организацией КНС, и там есть, что почерпнуть. Наверное, это тоже можно сделать одной из задач, да, брать лучшее, еще дальше улучшать. Такой опыт у России есть. И обсуждать это в Париже, где у них, по-моему, там штаб-квартира находится. Мне было очень обидно, я выступал весной в Париже по Зуму. Это вообще не то, я вам хочу сказать. Конечно, не то. Да, Михаил, ну, отвечая на ваш вопрос, я, наверное, как можно, знаете, как в конце мероприятия, конечно, пошутить немножко, да, и сказать, пусть это станет интригой. С другой стороны, ну, конечно, ну, во-первых, наверное, мы расскажем то, что мы сделали. Я надеюсь, что мы рассказываем уже это не как о планах, не как о каких-то промежуточных итогах, а как уже о состоявшихся результатах. Ну, и, конечно, наверное, мы будем делиться планами дальнейшими, дальнейшими шагами, потому что вот Андрей выступал, да, он говорил про вот эти три сухих показателя. На самом деле все эти показатели, они, ну, как сказать, вот табличка, три показателя, а за ними на самом деле стоит очень много работы. Вот Анна говорила там, да, как бы, не выходя из дома, понять, чего ты покупаешь, да, мы сейчас план на следующий год ставим, собственно говоря, не просто создание реестра федерального имущества, а мы будем пытаться создавать некий такой цифровой профиль каждого объекта федерального имущества. И сейчас у нас есть уже первые попытки, я не стал о них сегодня говорить, мы работаем действительно в рамках поручения заместителя-председателя правительства, вот о чем Зеллоимович вначале говорил по федеральным органам исполнительной власти, по пониманию ситуации с объектами федерального имущества. Мы сейчас эти модели обрабатываем, поэтому сейчас сразу рассказать все, о чем мы будем в следующем году говорить, ну, наверное, это неправильно. Пускай это все-таки будет интригой, но точно о том, что мы сделали, мы поделимся. Спасибо. Я очень надеюсь, что количество придет в качество. А именно, вот мы сейчас уже, в принципе, считаем, что сделали там довольно много. Более того, тут недавно была проверка одной из там всеми любимых проверяющих организаций, и руководитель этой проверки сказал, что вот за год там куратор Сангинфина и новой власти в Росумуществе произошло больше с управлением имущества, чем все предыдущие 20 лет. Я там не хочу называть имена. Но, тем не менее, это пока вот эти все изменения, которые происходят, они очевидно находятся, как правильно было сказано, где-то в середине пути промежуточные результаты, что к концу года, или к тем, через год, станет настолько очевидным качественные изменения в управлении федеральным имуществом, что с точки зрения публичного восприятия к этой деятельности, она станет из, знаете, из такого какого-то такого… Ну, давайте согласимся, что у нас есть публичное восприятие, что некоторые публичные образования, да, я говорю не только про ведомство, но и про субъекты и так далее, которые продвинуты, а есть какие-то задвинутые. К сожалению, восприятие управления федеральным имуществом сейчас ближе к задвинутому, что отчасти правда, а отчасти уже нет. И я, соответственно, исхожу из того, что благодаря нашим совместным усилиям через год будет общественный консенсус в плане того, что мы являемся очень продвинутым блоком управления государственного управления. Отлично. Ну, мы с вами запомним, да, и через год будет возможность проверить. Ну, а я подведу основные итоги. Действительно, мы сегодня обсудили основной вектор государственной политики по управлению имуществом, и мы видим, что он, в общем-то, совпадает с международными трендами и тенденциями на цифровизацию, на прозрачность, да, то есть на максимальную эффективность всех процессов, будь то аренда, продажа имущества или управления корпорациями. Это, в общем, действительно радует. Мы, как я понял, через некоторое время сможем, надев очки, как у Гудвина, да, там, волшебник изумрудного города, увидеть все объекты, да, там, прежде чем мы их купим, лежа на диване за рубежом, да, то есть, и это действительно здорово, потому что это повышает оборачиваемость. То есть, о чем я говорил чуть ранее, да, вот этот дисконт времени по отношению к труду, там, земли и капиталу, он будет снижаться, и мы все вместе с вами будем богатеть. А я, наверное, порекомендую нашим замечательным участникам в следующую сетью, поскольку у нас клиентоориентированная система управления, привести клиентов и их спросить напрямую, что изменилось, да, то есть, насколько лучше стали процедуры, и тогда у нас будет действительно полноценный такой отчет и полная прозрачность. Комментарий не по теме, я извиняюсь, что-то как-то у нас диван был популярным очень сегодня участником дискуссии, да, что, мне даже складывалось ощущение, что мы тут все такие диванные овощи, которые только о нем и думают. Да, давайте, вот мы все-таки будем планировать покупать заводы не лежа на диване, а, например, стоя на тренажере. О, прекрасно, еще лучше. Спасибо большое, коллеги, поаплодируем тогда в завершении нашей сессии. Спасибо. Вопросы, коллеги, если не появились, то на этом и завершаем. Спасибо. Спасибо.